И сегодня я вам расскажу свою историю успеха. Меня зовут Виктория Селезнева, я лидер компании Армель. С компанией Армель я сотрудничаю третий год. Давайте пойдем по слайдам. Все утро сделала вам подборку фотографий, потому что у меня просто телефон трещит по швам от количества фото-видео. Поэтому нашла вам самые интересные. И, конечно же, буду отвечать на все ваши вопросы. Поэтому давайте сейчас расскажу вам о себе, о моем пути в компании. И я надеюсь, каждый из вас потом также будет проводить школу. У него будет своя история успеха, на которую мы с удовольствием зайдем и за вас порадуемся. Итак, пришла я в компанию в феврале 2017 года. Сразу хочу сказать, что это не первая моя сестивая компания, с которой я сотрудничала. Я была в другой компании. И, естественно, когда я сюда пришла, я схватилась за эту возможность зубами и когтями. И мне очень хотелось быстро вырасти, потому что я знаю, что если я долго сидеть не буду, потом на мой результат будут приходить люди, и так оно и получилось. Поэтому я быстро, после того, как я приняла решение, мы составили с моими дорогими наставниками план. И я начала действовать. Честно признаюсь, что первые месяцы я была в каком-то... Я не могла спать, я не могла есть. Я с бубном, не знаю, бегала, трубила, во все колокола звонила. Мне хотелось как можно большему количеству людей рассказать об этой крутой возможности. У меня не было каких-то, ну, не знаю, комплексов, ограничений. Я совершенно не боюсь работать на холодном рынке. Я, естественно, ближайшему окружению рассказала о компании, о своем решении. И, возможно, ну, не было у меня тормозов. Мне некогда было думать. Я очень хотела стать первой в Челябинске первым лидером, который сядет за руль новенькой белоснежной Киа-Рио. И так оно и получилось. Причем, знаете, по какой-то, ну, счастливой случайности, мы... у нас квартира через дорогу прямо от автосалона Киа-Рио. И каждое утро за чашкой кофе я смотрела на этот салон и представляла, как я оттуда поеду на своем авто. И так оно и получилось. То есть, представляете, то есть я с этого салона спустя 4 месяца со старта выехала на своем автомобиле. Ролик вы видели перед школой. Пришла в компанию, разобралась вот в феврале. За первые... ну, за 20 дней февраля мы закрыли с командой уже 6% ранг. И с первого же месяца, ребят, у меня личный товарооборот меньше 100 баллов у меня не было. Вот кто давно сотрудничает с компанией, напишите, пожалуйста, ну, в среднем, сколько вы лично делаете баллов в месяц. То есть сколько вам... ну, сколько потребляет ваша семья, сколько вы продаете. То есть в среднем, заходя в личный кабинет, сколько у вас личных баллов. Все ли продукции компании вы пользуетесь? 100 баллов, да? Ежемесячно 100. Несмотря на то, что компания установила планку всего в 20 баллов, чтобы получать процент за товарооборот в сети, но согласитесь, 100 баллов делать это просто. Виктория 200, огонь. Потому что моя семья потребляет в среднем в месяц 50-60 баллов, ну, и 40 баллов я продаю. То есть у меня за все время в компании, если, ну, кому интересно, мы потом можем сделать экскурсию по моему кабинету, даже когда я была в роддоме, даже когда моей ляльке был там месяц или два, меньше 100 баллов лично я не делала. Ну, не получается у меня, потому что я люблю нашу продукцию, я пользуюсь абсолютно всем. У меня есть клиенты, у меня есть любители кофе, любители духов, да, и другой продукции. Поэтому 100 баллов делается просто легко. Если вы не можете сделать этот объем, значит, вы просто не перешли полностью в свой магазин Arme, потому что 50 баллов делается просто с закрытыми глазами. Я всегда говорю, научите делать меньше 100, у меня реально не получается. Итак, следующее событие, да, то есть вы посмотрели видео с этого события. В апреле 2017 года был саммит мастеров в городе Екатеринбурге. То есть в марте мы уже командой закрыли 9%. И я приехала в этот город для того, чтобы посмотреть на Александру Шудегову, да, видите, мы с ней на фотографии, послушать спикеров, то есть сапфировых мастеров. К нам приезжала Юлия Влазнева с Нижнего Новгорода, Дарья Сысоева с города Екатеринбург. То есть я посмотрела, на каком высоком уровне проводятся вообще мероприятия компании. И я еще раз убедилась, что я выбрала правильное место. И я просто поняла, что это залог моего быстрого роста, если я действительно буду везде и впитывать в кубку всю информацию, которую дает руководство. Это была правильная стратегия. И каждое событие, ну, как пазл, да, складывалось в какую-то картинку вообще. И я с нетерпением ждала каждое мероприятие. Это действительно так, как заправка для автомобиля, да, когда заканчивается бензин, надо срочно ехать на мероприятие компании. То есть, когда я пришла в феврале, мы закрыли 6%. В марте мы закрыли 9%. В апреле, ребят, когда был саммит в Екатеринбурге, мы командой закрыли 20% ранг. То есть, мой чек вырос в 10 раз. То есть, если в марте у меня был пассивный доход около 6 копейками, да, 6 тысяч там с половиной рублей, то в апреле у меня пассивный доход уже был 60 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, на наемной работе возможно ли такое, чтобы вам за хорошую работу подняли зарплату в 10 раз? То есть, я не была в квалификации ни в 12%, ни в 17%. Мы сразу в 9% с командой прыгнули на ступеньку 20%. Соответственно, через 2,5 месяца со старта я уже выполнила условия автопрограммы, а через 4 месяца я забрала автомобили компании в июне месяце 17-го года. И на это событие приехали мои дорогие наставники. Вы, Володя Солесисев и Лизнева с города Оренбурга. Кстати, если кто-то думает, что мы родственники, мы не родственники, ну, просто однофамильцы, просто так получилось. Поэтому скажите, пожалуйста, кто хочет, чтобы к вам в город приехал ваш наставник? То есть, если вы не живете в одном городе, вот, хотите, чтобы к вам приехал ваш наставник? Хотите, да? Хотите. Отлично. Так вот, хочу вам дать небольшой совет. Если вы этого хотите, все легко и просто. Нужно всего-то лишь получить автомобиль от компании, хорошо поработать с командой вашей. И я могу сказать своим девчонкам сейчас, кто у меня здесь находится в комнате, не важно, где вы живете, как только вы получаете автомобиль, на автовручение я к вам прилетаю, приезжаю, прихожу и поздравляю, обнимаю глаза в глаза. Вот. Поэтому все возможно. Самое главное, действительно, поставить себе эту планку, эту цель. И, ну, как бы я, честно говоря, не считаю, что я сделала в компании что-то такое прямо сверхъестественное, но, наверное, на сегодняшний день мое получение автомобиля на четвертый месяц со старта, это является рекордом, да, и никто еще в компании Армель этот рекорд не побил, никто еще не забирал автомобиль через 4 месяца. Хотите побить мой рекорд? Кто хочет побить мой рекорд? Я прям вообще буду очень рада, если кто-то мой рекорд побьет. Светлана, я вас запомнила. Я вас лично потом поздравлю, если это все действительно получится и реализуется. Поэтому на сегодняшний день действительно я являюсь единственным обладателем автомобиля компании, и очень хочется, чтобы по Челябинску, Челябинск, миллионный город, чтобы еще поехали автомобили от компании Армель брендированные, потому что одно ездить немножко скучновато. Поэтому это абсолютно реально, абсолютно очень приятно, сесть за руль такого автомобиля. Поэтому я надеюсь, что все вы знаете условия автопрограммы. Если не знаете, дергайте своих спонсоров, чтобы они вам еще раз рассказали, что нужно сделать, чтобы это у вас получилось. Так, идем дальше. Летом у нас всегда проходит школа ключевых лидеров в Москве. То есть туда собираются у нас только лидеры компании. То есть дистрибьюторов там нет. То есть там президент компании, видите, на фотографии, я, Олеся и Вячеслав Демидов. И впервые на школе ключевых лидеров в июле 2017 года мы в Москве встретились с моим партнером, с моим другом, с Надеждой Нестеровой. Вот мы с ней стоим рядом на фотографии, которая в скором будущем закроет директорский ранг. Мы все для этого делаем. Это мой партнер, мой друг, мое надежное плечо. Поэтому это невероятные чувства, когда ты можешь вот так глаза в глаза встретиться со своей командой, со своими партнерами не где-то в чате, по телефону или по скайпу, а действительно вот в реальной жизни. Поэтому я всем вам настоятельно рекомендую обязательно посещать события, обязательно встречаться со своей командой. Так как у меня команда по всей России, странам и СНГ, то мероприятие – это отличный повод встретиться, зарядиться друг от друга, познакомиться лично, потому что наш бизнес – это бизнес отношений. И, возможно, с кем-то из своих партнеров вы подружитесь, вы будете не только общаться в рамках бизнеса, но действительно эти люди будут вам близки. И Надежда Нестерова – это мой, ну, скажем, это тот человек, с которым мы идем в компанию вместе, плечом к плечу, Надюш, ты в комнате, напиши, вот, потому что действительно когда-то мы с ней нашли общий язык, да, нашли точки контакта, и сейчас мы с ней строим этот бизнес вместе, у Надежды уже большая команда, поэтому действительно это дорогого стоит. Вот ни в коем случае не пропускайте. На этой школе ключевых лидеров в июле мы закрыли впервые 25% ранг, и мой пассивный доход стал около 100 тысяч рублей. То есть, ну, практически через полгода со старта мы с командой вышли на этот высокий почетный уровень, да, почетный ранг, и как-то так получается, что после каждого мероприятия у нас происходит скачок в товарооборотах, в рекрутинге, да, то есть это как-то вообще волшебным образом работает. То есть все говорят, что лето – это сложно, летом расти, летом расти сложно, лишь бы удержаться в квалификации. А вот мы с командой в лето сделали скачок, сделали прыжок и вышли на новую высоту. Мы закрывали первые ранги, вот сейчас вспоминаю, командой до ночи, до 12 по Москве, то есть у нас в Челябинске это уже 2 часа ночи, мы были на связи, мы проводили баллы, делали всякие акции, друг у друга, ну, скажем, следили за своими кабинетами. Действительно, мы закрывали каждый новый уровень всей командой. Это, знаете, прям до слез здорово, когда люди не остаются в стороне, а они вместе, да, мы вместе делаем какой-то общий результат. Это вообще прям, ну, до мурашек действительно очень классно. Каждому из вас желаю такую команду, которая будет не все равно, да, которая будет переживать за общий результат, потому что наш бизнес – это командный бизнес, и если вы сюда пришли, то вы должны это понимать, потому что если вы хотите все делать один, в таком случае, ну, вам традиционный бизнес, никак не сетевой, вот, поэтому обязательно ищем таких партнеров, которые понимают этот момент, да, и эту индустрию, потому что только командой можно достигать новых высот и закрывать новые квалификации. Идем дальше. Следующее мега крутое событие, на котором я была, это премиум событие, когда мы отмечали двухлетие компании. В октябре 2017 года это была Москва, Лужники, и на сцене я из рук президента получала вот эту статуэтку «Автодрайв», как обладатель автомобиля компании, значок «Армель» с квалификацией, да, и познакомилась со всеми лидерами, кто в квалификациях по 25% и выше. И хочу сказать, что таких лидеров на самом деле немного, потому что компания молодая, и хотели бы вы стоять на сцене и получать из рук Александры Шудеговой, Вячеслава Демидова цветы, признания, да, хотели бы быть в числе тех людей, которые, ну, действительно являются опорой компании, да, за которыми самые большие команды и самые большие товарные обороты. Вы себя видите на сцене, хотите ли получать это признание? Очень хочется, да. Вы знаете, мурашки, похоже, когда ты стоишь на сцене, осознаешь свою причастность, ну, какой-то историей, потому что действительно поверьте, что каждому из вас есть место на сцене сегодня. И у каждого из вас есть возможность получить, ну, свой звездный час, стоять рядом с лучшими, и рынок пуст, мы еще совсем молодые, поэтому давайте скорее в наши ряды, потому что нас еще очень-очень мало. То есть растите, просто расправьте крылья и летите, поймите, что нет вам равных, нет у нас конкурентов, и вы в самой лучшей компании. Я еще вчера сказала своим партнерам, вы знаете, если бы сейчас встал передо мной вопрос выбрать компанию, я снова бы начала с нуля строить бизнес в компании Armel. У меня нет других запасных вариантов, у меня нет каких-то альтернатив. Я знаю, что я в лучшем месте, я знаю, что все, что я наметила, мы обязательно сделаем. Ничего страшного, главное, вы здесь, Светлана. Занимайте первые ряды, мы продолжаем. Действительно, там на премиум 2017 я послушала обучение очень крутого человека, специалиста по маркетингу, это Игорь Ман, это был приглашенный гость компании. Очень много, голова лопалась вообще от знаний, сердце переполняли вообще какие-то невероятные эмоции, столько людей красивых, успешных, столько улыбок, столько, не знаю, какого-то драйва, позитива и любви. И я понимала, что это просто невозможно пропускать такие вещи. То есть ни в коем случае пусть поезд успеха мимо вас не проедет. Это потому что вообще очень печально, если вы вдруг не окажетесь в центре, в эпицентре таких мероприятий. И представляете, как раз-таки в октябре, несмотря на то, что мне дали значок 25%, мы были на тот момент командой, закрывали. По возвращению домой в октябре мы с командой впервые закрыли ранг 28%. То есть опять-таки после мероприятия мы совершили этот скачок, этот прыжок, и самая высшая ступенька первого маркетинг-плана нам покорилась, и мы стали командой ранга 28. Ура! Это, знаете, невероятные события, это невероятные эмоции. Когда в сентябре нам не хватило буквально полторы тысячи баллов, чтобы закрыть эту квалификацию, я помню, просто ночью сидела на диване и чуть не плакала, потому что было очень обидно не дотянуть до ранга 28. Но когда в октябре мы уверенно закрыли, причем с большим таким, ну, скажем, перевыполнением, эмоциям вообще не было конца. То есть это действительно очень приятно, очень волнующе, и каждому из вас я желаю испытать эти чувства. Вот. Дальше смотрите. Максимальный чек, да, максимальная квалификация, которая у меня была, это был декабрь 2017 года. Декабрь вообще у нас очень замечательный месяц в компании, все мы его ждем целый год. И квалификация у меня была мастер. Чек у меня пассивный со структуры, не считая продаж привлечения, был 162 тысячи рублей. И плюс еще к этому компания мне заплатила автобонус 15 тысяч рублей. То есть совокупно, да, у меня был чек, ну, практически 180 тысяч рублей. Это вот мы сделали в декабре. Уже появились люди в больших квалификациях, да, которые начали тоже зарабатывать хорошие деньги. То есть это прям был пик вообще нашей командной работы. и это действительно тоже придавало сил. И мы двигались дальше. Очень хотелось еще большему количеству людей рассказать о том, что абсолютно реальная компания, с абсолютно понятным инструментом, работающим инструментом. Ну и, естественно, наши сети росли, и росли наши товарные обороты. Так, это все премиум подействовало однозначно. А пик еще впереди точно. Дальше, опять-таки, у нас есть такие события, как форум активных партнеров, которые проводят лидеры в разных городах. То есть это проходит тоже весной. И уже в Кургане в марте 2018 года я была спикером. То есть у меня была своя тема. И я впервые выступала перед достаточно большой аудиторией. Хочу сказать, что на тот момент я уже была в положении. Где-то было, наверное, три месяца уже беременности. Вот. Очень понравилось мне выступать, хочу вам сказать. Смотреть в глаза людям. Да, я поняла, что... Ну, вообще, скажите, пожалуйста, вы вообще боитесь сцены? То есть боитесь ли вы проводить обучение, там, ну, то есть выступать на публику? Вот напишите, у кого есть вот этот страх. Может быть, проводить школы? Я вам сейчас скажу свое мнение по этому поводу. Кто боится? Я боюсь. Артем боится. Было дело когда-то. Ой, я бы даже вообще не подумала. Очень боюсь. Не знаю. У кого спросить? Немного. Так вот, хочу вам сказать такую вещь. Понимаете, что все деньги на сцене. Если вы хотите быть успешным, нужно стремиться на сцену. Нужно стремиться пробовать себя проводить в школы. Нужно стремиться брать микрофон в руки, говорить, да, то есть давать какую-то тему. Это в любом случае рост. Это, знаете, вот сколько раз не выступай, но, Артем, поправь меня, да, если я сейчас скажу что-то не то. То есть перед каждым выступлением все равно так или иначе ты волнуешься. То есть если сказать, что, ну, мне как бы вообще вот совсем не волнительно, но, наверное, это неправда. Я вас просто сейчас обману. Перед каждым выступлением потеют ладошки, путаются мысли, да, потому что все равно ты переживаешь, чтобы все прошло хорошо. Но чем больше ты практикуешься, да, тем этот страх отступает быстрее. Поэтому я всем советую ни в коем случае не отказываться, если вдруг вам наставник предлагает провести какую-то школу по той теме, в которой вы разбираетесь. Либо где-то выступить, да, с каким-то небольшим докладом, потому что это ваш рост. Просто представьте, когда вы будете, допустим, уже в большой квалификации, будете стоять где-нибудь на сцене «Крокурс Сутихола», и Вячеслав Демидов вам скажет, ну, дайте свое послание залу, да, на несколько тысяч человек. А вы что скажете? Нет, я боюсь, я не буду, я в домике, не надо мне микрофон, да, то есть что это будет достаточно нелепо выглядеть со стороны, поэтому тренируйтесь уже сейчас. То есть когда вы еще в маленькой квалификации, когда еще небольшие команды, то есть этот навык обязательно должен быть, если вы хотите стать лидерами. Это такой же необходимый навык, как для каждого человека пользоваться ножом и вилкой. Просто поймите это, примите это и действуйте, потому что самое главное – это, ну, ваш, скажем, преодоление себя, да, то есть вы не будете делать это для кого-то, для наставника, для своей команды. В первую очередь это нужно вам, просто это осознайте и не бойтесь ничего, все будет супер. Ну, Оксан, смотрите, даже фотки выкладывать боюсь. Смотрите, если вы, ну, скажем, планируете развивать свой собственный бренд, да, если вы хотите, чтобы у вас были какие-то входящие заявки, то будьте готовы к тому, что вы будете медийной личностью, публичной личностью. Прятать себя от людей, то есть соцсети – это та данность, которую мы имеем, но, конечно, нужно работать грамотно, и в первую очередь, если вы ничего не делаете на земле, транслировать в соцсетях вам нечего. Соответственно, в первую очередь вы начинаете что-то делать возле себя и показываете это в интернете. Вот это правильная стратегия. Если человек, ну, это немножко другая тема, но это как бы к этому относится, да, поэтому не бойтесь ничего и пытайтесь преодолеть свои страхи. Идем дальше. Саммит мастеров Москва. То есть я в прошлом году была на двух саммитах в Москве и в Краснодаре. То есть в Москве я была в марте 2018, а в Краснодаре была в апреле 2018 года. Одного саммита мне было мало в 7 месяцев беременности, да, я еще поехала в Краснодар на саммит. Вот обожаю фотографию, где мы с Олесей и с Володей держим в руках каталоги компании. Как раз-таки в Краснодаре вынесли в зал первый каталог компании. Представляете, мы причастны к историческому моменту, то есть до тех пор каталогов в компании не было. То есть мы были первыми людьми, кто их взял в руки. Мы даже проводили конкурс на эти каталоги, потому что их еще нельзя было купить в личном кабинете. То есть нам просто дали по одной штуке в руки, и мы еще могли какое-то количество прямо там купить. Поэтому мы это сделали и потом разыграли в своей команде. Хотели бы вы... Ну, кстати, когда мы были на премиуме с 17-го года, нам объявили о том, что у нас будет в компании кофе. Это тоже важный момент, потому что, мне кажется, у всего зала побежали мурашки от осознания того, какие товарообороты теперь мы сможем делать с этим продуктом. И поверьте, сидеть в зале, и это все как электрический сток, да, проходит по всему телу, и ты понимаешь, что ты один из первых людей слышит эту информацию, но это никакие сторис, никакие прямые эфиры передать не могут. То есть ты в центре событий, ты в первых рядах, и ты первый узнаешь эту новость. Это просто мега круто. Преодолеваем все страхи обязательно. То есть самое главное, то, что у вас никто не отнимет, это рост, да, ваш рост, ваше развитие. То есть обязательно мы инвестируем в себя в первую очередь. Вот я на фотографии с Артемом Тимофеевым на первой, да. Здесь вы видите на нижней фотографии, где мы все лидерским составом собрались после первого дня. Вячеслав Сьян и Демидов, Александр Шудегов, все лидеры компании, которые имеют большие чеки, большие структуры. То есть вот нас, в принципе, совсем небольшое количество, да, как вы можете наблюдать. Также Вера Дюмаева, да, обладатель мерседеса компании, рядом со мной здесь, где мы втроем на фотографии. Вика Соболева из города Брянск, моя хорошая подруга, да, мы с ней очень общаемся, дружим. В общем, действительно, среди лидерского состава тоже нашла себе людей по душе, по духу близких, да, с которыми мы постоянно на связи. Вот, это тоже дорогого стоит. Вот оказаться в числе людей, ну, которые являются, ну, генераторами, наверное, компании, да, можно сказать так. Это тоже большой, большая честь, да, то есть общаться вот просто на вытянутой руке с руководством компании, это тоже очень приятно, и ты чувствуешь себя, ну, каким-то, ну, избранным человеком, да. Да, это, ну, это просто супер. То есть я уже в Краснодар прилетела. Было непросто, я сразу скажу, потому что мы прилетели с мужем, со старшим ребенком, и у меня, как вы видите на фотографию, 7 месяцев беременности, то есть было достаточно это все нелегко. Там же, там же в то же время в Анапе проходил тренинг Радислава Гандапаса, и могу сказать, что я ни в коем случае не могла пропустить это мероприятие, потому что Радислав Гандапас является для меня, ну, каким-то таким, ну, что ли, кумиром, да, он всегда, я вообще все его практические обучения смотрела на Ютубе, и тут, когда компания пригласила его проводить обучение только для лидеров компании Армель, ну, тут, ребят, я уже просто не думала, да, потому что я понимала, что если я сейчас туда не попаду, я просто буду себя очень ругать, винить, и неизвестно, когда такой шанс вообще появится еще. То есть, представляете, я вот сейчас вам просто рассказываю, что я сидела в первом ряду, рядом с одной стороны сидел Вячеслав Демидов, с другой стороны сидел мой наставник Владимир Селезнев, на сцене был Радислав Гандапас, представляете, мои вообще ощущения. То есть я не где-то там на галерке сидела, там, прислушиваясь, там, приглядываясь, что происходит на сцене, а действительно была прям вот в первых рядах самого вообще крутого мероприятия. Представляете, сейчас одну секундочку. Вот, кто бы хотел так же, рассказывайте, кто бы хотел так же сидеть в первых рядах с президентом компании и слушать действительно человека, который, у нас эта тема была харизма лидера. Это целый день просто невероятных каких-то инсайтов, да, вот эта книга, тоже много мы там узнали, какие-то вообще фишки, которые даже в голову прийти не могли, поэтому это вообще большой профессионал, это большая удача, что Радислав Гандапас действительно является другом нашей компании. Вот, это все реально, представляете, я просто сидела на первом ряду и вообще не могла поверить, что это все вообще со мной происходит. Так, идем дальше. Следующее событие, которое было, да, то есть это было у нас в апреле, да, в апреле, в августе, а, в июле была школа ключевых лидеров, я на нее не попала, потому что 3 августа я родила ребенка. Соответственно, конечно, никуда я уже не полетела и пришлось не наблюдать это все со стороны. Ну, единственное, скажем, ну, я была немножко занята, дарила этому миру новую жизнь, поэтому я, к сожалению, школу ключевых лидеров пропустила. Следующее событие, на котором мы были, это премиум 2018 в октябре в Москве, когда моей дочке было всего 2 месяца. Я стояла на сцене, опять-таки, рядом с Вячеславом Демидовым, с Александрой Шудеговой, с лидерами компании. Получала из рук президента награду часы, которую я сейчас ношу с удовольствием, с его автографом. Было просто невероятный какой-то праздник. И вот моему ребенку, которая летала вместе с нами, ей было всего 2 месяца на тот момент. То есть я считаю, что это вообще был какой-то подвиг всей нашей семьи. И я это событие не пропустила. Поэтому все, кто настроен на то, чтобы быть лидерами, быть действительно в эпицентре успеха, рядом с теми людьми, которые являются, скажем, примером у нас в компании, то есть обязательно делайте все возможное, чтобы быть там. Ни в коем случае не пропускайте такие вещи, потому что они, как кирпичики, складывают вашу личность, которая потом, ну вы как бутон будете распускаться с каждым событием, и вы потом поймете, что каждое событие дает вам, я уже думала, ну что я там нового могу услышать. Вроде бы уже везде было. Но на каждом событии, даже на двух саммитах, когда я была в Краснодаре, в Москве, абсолютно разную информацию я получала, потому что спикеры разные. Несмотря на то, что вроде бы костяк один, но каждый спикер дает свою тему абсолютно по-другому. То есть ты услышишь какие-то фразы, ты видишь какие-то вещи вообще по-другому, иначе. Поэтому самая главная инвестиция, то, что у вас никогда не заберет, это инвестиция в себя. Поэтому обязательно уже планируйте поездки. Распишите со своим наставником план, и я уверена, что вы сможете достичь, главное, если вы примете решение. Вот, ребят, и вот это такой небольшой экскурс по моим, ну скажем, по моей истории с компанией Армель. Сейчас действительно такой непростой период, потому что моему ребенку 8 месяцев всего, да, естественно, это непросто, но ребенок растет, и все, скоро опять я буду в активной фазе, опять будем брать новые высоты, потому что на этот год я твердо намерена трех партнеров своей команды, посадить на автомобильки Рио, вот к этому мы и идем. Над этим мы и работаем, потому что действительно очень хочется, чтобы автомобили компании Армель, лидеры моей команды, да, были примером для остальных, поэтому мы сейчас очень активно работаем на эту цель. Да, самое главное просто принять решение, не просто вот я мечтаю, да, я хочу, вот действительно расписать план, то есть это важно, потому что я хочу в космос полететь, да, но я понимаю, что это не особо реально, да, то есть 17% к лету закрыть, это действительно реально, но, ребят, если я на третий месяц была уже в ранге 20, то есть поэтому закрыть 17%, даже если вы сейчас 3,6%, это просто, нужно просто расписать со своим лидером план и делать ежедневные действия, а не тогда, когда вам захочется, потому что с неба ничего не падает. У нас бизнес-статистики, бизнес-цифр, ничего здесь сверхъестественного нет. Если вы, если тут такие люди, которые, напишите честно, кто чувствует неловкость, когда вы говорите о том, что вы сотрудничаете с компанией Армель, Армель – это сетевая компания, у кого есть комплексы по этому поводу, напишите в чат честно. Вот именно, Галина, вот вы сами ответьте себе на вопрос, а чего вы боитесь-то сами? То есть поймите, что чем быстрее вы выйдете на хорошие результаты, на хорошие доходы, вам будет совершенно все равно, что вам будут говорить люди. Вы будете более уверенно проводить переговоры, когда в вашем личном кабинете будет внушительная сумма, когда вы будете выходить из своего автомобиля, то есть и поэтому вы будете внутри чувствовать себя, ну скажем, более уверенно. Я поэтому вам и говорю, что не рассиживайтесь долго на квалификации 3.6, совершите этот рывок, потому что это вам нужно. И поймите, что когда вы стали партнером компании Армель, это ваш бизнес, это ваша компания, просто она сейчас находится в стадии становления, еще в зародышах. И только от вас зависит, как быстро она распустит, ну скажем, свои красивые лепестки, и только от вас зависит, насколько быстро начнет ваш бизнес вам приносить достойные хорошие деньги. То есть вы просто примите Армель, возьмите на себя ответственность, примите Армель как свою компанию. Это не моя компания, не Артема Тимофеева, это ваш бизнес, ваша компания, и вы, как владелец собственного бизнеса, должны отдавать себе отчет, что вы делаете, какой результат у вас будет на выходе. Можно сидеть на 3%, не знаю, там 10 лет, ну и что с того. А можно сделать рывок, просто как сконцентрироваться, не размазывать этот бизнес, как варенье по скатерти, да, и просто делать скачок квантовый. И тогда уже на ваш результат, который вы будете транслировать в соцсетях, к вам уже пойдут люди, потому что люди приходят на волну, на успех, на результат, понимаете, то есть любой кандидат, с кем вы общаетесь, он будет вас спрашивать, а ты, а ты сколько в компании, а сколько ты зарабатываешь, спрашивают вас это. Задает вам такие вопросы? Вот, соответственно, я вас не обманываю, говорю как есть, да, то есть вы просто поймите, что вы, конечно, можете сейчас, с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, стартануть, независимо от того, как давно в компании. Просто когда вы будете проводить переговоры, будете говорить, знаешь, да, я была партнером компании, но я как-то не до конца приняла, видимо, решение. Вот сейчас я реально его приняла, и сейчас будет все по-другому, и сейчас я буду достигать тех целей, которые я буду себе ставить. Как отвечать, Оксана, вот я вам говорю, что да, у меня пока квалификация 3%, там, и два человека в структуре, но у меня большие планы. Сейчас я хочу в лету закрыть лидерскую квалификацию, не хочу, ну, как бы, и все буду делать для этого. Поэтому, будьте честными, самое главное, не нужно обманывать, а еще не нужно делать в фотошопе или там где-то в пауэрпойнте липовые себе чеки, да, либо там воровать у кого-то, это вообще просто сразу, путь никуда, сразу говорю, будьте честными с людьми, говорите как есть. И поэтому, чтобы у вас, чтобы вы были честны, да, сами поймите, что результат нужен в первую очередь вам.